Всем привет! С вами Территория Машин. Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам о новой Хонда и очередных планах гаишников. Российское представительство Хонда решило порадовать всех поклонников японского бренда. В середине следующего года к нам привезут новый кроссовер CR-V. Автомобиль стал больше предшественника, и, как утверждают японцы, увеличение длины ушло в район заднего дивана. Теперь, как говорят, здесь можно сидеть нога на ногу, если, конечно, вы не баскетболист. Кроссовер получил мультимедийную систему на базе Android с большим дисплеем, которое, к слову, поддерживает Яндекс.Навигатор. Что додел подкапотных, то здесь на выбор два бензиновых мотора, объемом 2 литра и 2,4 литра. Оба агрегатируются с бесступенчатым вариатором, а привод только полный. Что касается внешности машины, то она стала куда более агрессивной, особенно спереди. Дизайнеры прибавили геометрических элементов, и некогда спокойный кроссовер нынче похож на герой фильма, где главный злодей Дарт Вейдер. Оптика полностью светодиодная, а в зеркала заднего вида встроены камеры слежения за объектами позади. Информация с камер выводится на дисплей на центральной консоли. То есть там постоянно мельтешит какая-то картинка. Цены мы узнаем позже, видимо весной. Вы заметили, сколько на улицах Москвы появилось автомобилей со знаками инвалид? Как правило, это не дешевые иномарки с весьма упитанными пассажирами. Конечно, некоторые из них действительно имеют право на подобные наклейки. Но в части случаев это простые жадины и обычные жулики. Дело в том, что наличие такого знака снимает с владельца автомобиля обязанность платить за парковку или не ездить под кирпич. Такие знаки могут устанавливать те, кто перевозит инвалидов, но это тоже редкость. Вот и подумали наши власти, как подрезать крылья подобным соколам. Саму наклейку предложили изъять из свободной продажи. Мало того, ее могут сделать именной. И когда в автомобиле нет ее владельца, водитель обязан соблюдать ПДД, а не пытаться быть хитрее всех. Хочется надеяться, что очередной виток борьбы с самыми умными на дороге закончится положительно. Это была территория машин. Не забывайте пристегиваться. Территория машин Субтитры создавал DimaTorzok